Сегодня будет как будто бы программа «Время наоборот», потому что начинаться она будет с новостей и спорта. Конечно, они будут не про спорт, а про нашу войну. Итак, зачитываю. УЕФА, чтобы вы понимали, это Европейский Союз Футбольных Ассоциаций, но для тех, кто не знает. Не пропускайте, девочки, эту новость, это не про футбол. УЕФА был первым спортивным органом, отреагировавшим на войну в Украине. И в феврале 2022 года принял решительные меры – отстранил все российские команды от своих соревнований, отменил мероприятия, запланированные в России, такие как финал Лиги Чемпионов в Петербурге и Суперкубка в Казани, а также Расторг – спонсорский контракт с «Газпромом». Однако УЕФА также понимает, что дети не должны быть наказаны за действия взрослых. И твердо убежден, что футбол никогда не должен отказываться от посылов мира, и надежды, особенно досадно, что из-за конфликта поколения несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе. По приведенным причинам исполком УЕФА решил, что российские команды второстепенных игроков будут снова допущены к его соревнованиям в течение этого сезона. Все матчи российских команд проводятся без флага страны, гимна, национальной формы и не на территории России. В то же время комитет осуждает войну в Украине, подтверждает, что отстранение всех других команд России, клубов и национальных сборных будет продолжаться до окончания войны. Перевожу с чиновничего на нормальный. УЕФА, Европейский футбольный союз, решил допустить команды с футболистами, которые младше 17 лет, российские, то есть сборные России, до международных соревнований, то есть они будут приезжать в Португалию, в Испанию, в Германию и играть. Российские дети до 17 лет. До 17 будут играть в международных турнирах, а уже в 18 приедут убивать в Украину. Конечно, их надо подготовить спортивно, чтобы им лучше бегать умели, лучше координация, правильно? Чтобы им было ловче убивать украинцев. Дети не должны ни за что отвечать, да? Ну, конечно, не должны, конечно. Конечно, пускай российские детишки, 16-летние, играют в футбол в Польше, в Финляндии, в Норвегии, пока их отцы пытают отцов украинских детей на оккупированных территориях, пока их отцы насилуют матерей украинских детей. То есть украинские дети должны выходить и играть с российскими детьми, ну, дети тут в кавычках 16-летние, дети должны, украинские подростки, выходить и играть с российскими подростками, зная, что их отцы сейчас творят на оккупированных территориях. По-моему, такого даже фашисты не придумали. Вот я не помню, чтобы в концлагерях устраивались матчи между детьми из концлагерного барака еврейскими и детьми работников крематория немецких. Не было таких матчей, не придумали. У Ефа первопроходец, изобретатель. Вот так вот занимаются сейчас в Европе развитием спорта. Вот до такого уже дошли. Вы знаете, сейчас ведь гильдия работников этих сценаристов из Голливуда сегодня прекратила пятимесячную забастовку. Вот пусть садится и пишет сценарий про эти футбольные матчи, матчи смерти, матчи с убийцами, как будут дети-убийцы разъезжать по Европе. И каждый убийца российский будет знать, что его дети не пострадают от того, что он стал убийцей, не пострадают от того, что он насилует и пытает. Его ребенка спокойно пускают во все европейские страны. А что такого? Конечно, он же играет в футбол всего-навсего. А не кажется ли, что должно быть наоборот, что когда человек идет на войну, россиянин, идет убивать, грабить, насиловать, что он должен знать, что его ребенку не будет выезда из России? Никогда его ребенок не увидит цивилизованный мир. Он не должен этого знать, что ли? Первым отреагировала Англия. Англия в ту же минуту, когда появилась эта новость, и спасибо тебе, Англия, сообщила, Англия откажется играть с юниорскими сборными России после решения ОЕФА. Английские команды не будут играть с любыми юниорскими сборными России в случае их допуска до международных соревнований. Об этом газете «Таймс» сообщили в Федерации футбола Англии. Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям ОЕФА, и наша позиция остается неизменной. Сборные Англии не будут играть против команд из России. Потом, конечно же, и наша Федерация объявила, что украинские подростки и дети тоже не будут участвовать вообще в турнирах, где участвуют россияне. Но получается, что ОЕФА отстранила нас, Украину, от участия в соревнованиях, допустив туда детей-убийц. Кстати, многие из них, наверное, в юноармии, правильно? Ну а как? Сейчас половина российских детей в юноармию записались. А юноармия, чтобы вы понимали, это что? Это организация под санкциями. Это вот те самые пионеры, которых привозят в Мариуполь топтаться по могилам детей украинских. А еще, заметьте, то есть вот российские дети будут играть в футбол, в то время как 700 тысяч украинских детей украдены, Путином и его приспешниками вывезены в Россию. Может, тогда вообще, может, еще попросят ОЕФА Россию, а сделайте сборную Украины тоже, у вас же там 700 тысяч украинских детей. Чего мне сделать сборную Украины? Ну там уже в России заодно, чтобы два раза не вставать. Нормально так будет, нет? По-моему. Я не прав в чем-то? У нас, кстати говоря, Андрей Шевченко, наш лучший, наверное, в истории независимый украинный футболист, обладатель золотого мяча, вчера назначен президентом Зеленским своим советником, внештатным, по-моему, советником президента Зеленского. Вот для Андрея Шевченко, я думаю, появилась первая задача. Любой ценой добиться отмены этого решения. Я думаю, что Андрей Шевченко обладает огромным авторитетом в УЕФА и, возможно, сможет решить эту задачу. Очевидно, для него прямо и предназначено. Почему я начал с футбола, теперь понимаете? Вот вчера главный скандал был, все прям обсуждали неимоверно, то, как в канадском парламенте выступил, ну, там, приветствовали и называли героем ветерана, который служил в дивизии Галичина. Столько про это было разговоров. Меня все спрашивали, я много чего про это говорил тоже вчера. Но, кстати, глава канадского парламента ушел в отставку из-за того, что назвал героем этого человека. Но, что важно, вот то, что там случилось в этом канадском парламенте, по ошибке каких-то канадцев и по недосмотру, кстати, украинского посольства, давайте честно скажем, вообще-то протокольное мероприятие президента Зеленского, президент Зеленский, президент Украины не так часто в Канаду приезжает. За всю каденцию посла, наверное, один раз, может быть, максимум приедет президент Украины, и хорошо бы протокольное мероприятие проверить, кого там позвали, правильно, в парламент на мероприятиях с участием президента. Но это не будет иметь последствий. Это событие, которое не будет иметь последствий для Украины, для войны. Это будет иметь последствий для одного человека, для главы канадского парламента. И все. Поэтому что там? Ну все, пообсуждали, вчера пошумели. А вот это будет. Это тысячи детей, которых теперь будут допускать, и подростков российских, которые будут допускать. И они будут знать, что это нормально развязывать войну. Они же знают, что их родители развязали войну. Знают. И они будут знать, что это нормально. Конечно, а как? А что? Мы на свете, все, весь мир нормально нас воспринимает. Поэтому в выпусках на канале Штельман, и вы смотрите сейчас Штельман за сегодня, на 27 сентября, я стараюсь обсуждать не все подряд, и говорить не обо всем подряд, что произошло в мире, а только о том, что имеет последствия. Все-таки о том, что имеет какие-то конкретные последствия для нас, для нашей войны. Вот и все. Не количеством берем, а тем, что имеет последствия. Ну вот сегодня одна мелочь, но все-таки последствия чуть более забавные, скажем так. Оглашаю вам, сегодня Генштаб, как всегда, отчитался о том, сколько уничтожено за вчера танков, бронетранспортеров, артиллерийских систем, как всегда, артиллерийских систем больше 30, кстати, что приятно, и личного состава. Вот конкретно вчера уничтожено 320, извините, россиян на оккупированных территориях, которые пришли на оккупированную территорию. 320 человек. И общая сумма таким способом уничтоженных россиян составила, внимание, следим за цифрой, 276 990. 276 990. Казалось бы, ну не круглая, вообще не важная сумма. Но есть нюанс. Совпадение, не думаю. 276 990 уничтоженных россиян, то есть 10 не хватает, до чего? До 277 тысяч. А мне, канала на канале Штальман хватает, у меня 277 тысяч подписчиков, видите, на Штальманометре. То есть впервые за всю войну произошло такое событие, которое мы, кстати, вообще не рад. Вот впервые я не рад тому, сколько у меня подписчиков, ну, к сожалению. Потому что впервые подписчиков на канале Штальман стало больше на 10 штук, чем уничтоженных российских оккупантов. Впервые. Все время Залужный был впереди. Залужный все время был на шаг впереди. Я уверен, что Залужный не остановится, и что завтра уже обратно обгонят канал Штальман по числу уничтоженных оккупантов. Но все-таки предлагаю хоть как-то, чтобы дать хоть какой-то шанс всем, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал Штальман. Внизу есть кнопка subscribe или подпишись. Оп, кликнули, и вы уже подписаны. И вы смотрите обзоры тех новостей, которые реально имеют последствия для нашей с вами жизни, для этой войны, для того, что будет на этой территории, вообще говоря, на территории Евразии, скажем так, нашей в будущем. Подпишитесь. Или же найдите внизу ссылку в описании, в которой написано подпишись на канал Штальман. Кликните, подпишитесь. Те, кто уже подписан, знают, что надо делать, когда я пока рассказываю про подписку, надо ставить лайк этому видео. Ну, а у нас анонсированы хорошие новости с Таврического направления. Тарнавский анонсировал. Хотя и не рассказал, какие. Поэтому сегодня, действительно, это всего лишь анонс. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таври, Александр Тарнавский, анонсировал хорошие новости с фронта, на Таврическом направлении. Будут хорошие новости. Наши войны стабильно продвигаются, уничтожают россиян. Скорее всего, будет что-то интересное. Но, видимо, это будет то ли сегодня вечером, возможно, вы раньше меня, кстати, узнаете, то ли завтра. Потому что у россиян тоже есть там паника определенная. Российские пропагандисты сообщают, что там мы как-то тотально пошли в наступление на Запорожском направлении. Больше ничего сказать не могу, потому что если молчит наш генштаб, если молчит наше военное руководство, то и мне какую-то информацию взять неоткуда. Сами понимаете, я всего лишь в Киеве, а не на линии фронта. Поэтому просто будем честно ждать. Тем временем задачи новые обозначил для нашей войны. Это такая слегка новая задача, но она реализуемая и важная. Обозначил президент Зеленский. Мы знаем, куда давить, чтобы ослабить российский военно-промышленный комплекс, сказал он в своем очередном обращении. Значит, итак, тут важно что? Что был отдельный содержательный доклад разведки, рассказывает Зеленский, о ситуации с российским ВПК. И мы четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций недостаточно, будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Должны ощущаться потери России. Все это произошло на фоне этого заявления, на фоне того, что Россия увеличивает со следующего года военные расходы на 70% по сравнению с 2023, это они в бюджет заложили, до 10,8 триллиона рублей, что примерно 11, сейчас вам скажу, господи, что же, 110 миллиардов долларов примерно. Ну, чтобы было понятно, это, грубо говоря, четверть бюджета России. Четверть бюджета России – это первоенные расходы, а еще четверть – это секретные расходы, то есть тоже военные. Но половина бюджета – это военные расходы. Ну, о чем говорит нам Зеленский? Он говорит о том, что санкции против России будут усиливаться, что будет, вот знаете, сейчас все жалуются, что вот Россия научилась производить ракеты, Россия научилась производить беспилотники. Но, я думаю, не зря провел неделю, или там чуть меньше, всю прошлую рабочую неделю Зеленский в США и Канаде. Я думаю, что договорился о том, какие новые санкции будут вводиться против и российской промышленности, и тех стран, которые продолжают незаконно, или об обход санкций, что-то поставлять россиянам. Но в этом спиче Зеленского я почему бы так выделил? Там есть и второй нюанс. Один нюанс – мы знаем, где там ВПК, где его слабые места, и что с ними надо делать, он сказал – мы тоже будем. А мы тоже будем – это не в смысле Украина будет вводить санкции, потому что украинские санкции не помогут остановить Российский военно-промышленный комплекс. Это означает, что Украина будет наносить удары по военным заводам Российской Федерации. И это очень приятная новость, мне кажется. Я думаю, что мы скоро услышим спланированные некоторые новые удары. Вот сегодня ночью было непонятно, что это событие, неизвестного происхождения, взрыв опять под Москвой, там, где у них аэродром, вот тот самый, где мы в прошлый раз уничтожали несколько самолетов, там было огромное зарео, что это пока никто не сообщает, но, как всегда, сначала взрыв, потом пожар, и мы ждем оттуда хороших новостей. Но заметьте, мы уничтожили уже завод оптики, мы уничтожили полностью, завод оптики под Москвой мы уничтожили полностью. Завод с микросхемами мы уже повредили, судоремонтный завод мы уничтожили полностью. То есть мы начинаем выбивать именно их военные заводы, и я думаю, что это все вообще далеко от насыщения, то есть есть куда идти. По поводу санкций заговорил не только президент Зеленский, но и русский олигарх по фамилии Дерипаска. Наверняка вы слышали про такого не раз. Он дал большое интервью газете Financial Times. Что важно? Почему важно, что это Financial Times, то есть обращался как бы к западной публике. И вот что говорит Дерипаска. Россия выдержала западные санкции. Страна на удивление выстояла в условиях войны, которая могла обанкротить Кремль. Москва сдерживает попытки изолировать свою экономику, развивает новые торговые связи с глобальным югом и наращивает инвестиции в внутреннее производство. Я, говорит Дерипаска, был удивлен, что частный бизнес оказался настолько гибким. Я был более-менее уверен, что рухнет до 30% экономики, но на самом деле оказалось гораздо меньше. Да, говорит, есть военные расходы, государственная поддержка и субсидии, но это все равно, на удивление, низкое замедление. Частная экономика нашла способ работать и делать это успешно. Я, говорит Дерипаска, сомневался насчет санкционного вундерваффе, превращающего финансовую систему в свой род инструмент для ведения переговоров. Мы приложили столько усилий, чтобы сделать мир глобальным. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но когда применяют санкции, это своего рода инструмент 19 века и так далее. И дальше он делает вывод. Но, вот вывод-то он делает неправильный. Он делает вывод, я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить эту войну? Не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели. И дальше рассказывает страшные истории, что ведь еще погибли 150 тысяч человек за следующий год. Давайте просто остановимся. То есть позиция такого Явлинского, что давайте оставим 5 миллионов украинцев в пыточных, под пытками, под изнасилованиями, оставим детей украденными в Россию 700 тысяч. Все, давайте так и оставим, как есть вот сейчас, говорит Дерипаска. Но, на самом деле, здравый читатель Financial Times. А среди этих читателей Financial Times есть работники. Например, Минюста США, Минфина США, а также, наверняка, многие европейские чиновники, которые сидят в европейских органах. Еврокомиссия, читает Financial Times, узнав от Дерипаски, что, оказывается, санкции не имели такого эффекта, потому что помог справиться с санкциями частный бизнес. Он же о чем говорит, что помог нам с санкциями справиться частный бизнес. Частная экономика нашла решение. Что они должны сделать? Правильно. Сказать так. Ну-ка, частный бизнес, подать-ка сюда российский частный бизнес. Фамилии, имена, кто у нас частный бизнес в России. А что мы вводили только против государственных предприятий? Давайте-ка возьмем всех частных бизнесменов. Нет, нам не важно сотрудничать, что они с Путиным или нет. Какая разница? Они российские бизнесмены? Российские. Значит, они работают на российскую экономику? На российскую. Вот против них всех и вводим санкции. Нам не надо, чтобы они были олигархами. Их усилия, как говорит Дерипаска, их усилия помогли преодолеть последствия санкций. Так давайте поможем санкциям усилиться, скажут европейские чиновники и американские чиновники, прочитав эту статью. Спасибо вам, Олег, уважаемый Дерипаска. Спасибо, господин российский бизнесмен, что сообщили о недостатках в нашей работе. Это была достойная правильная обратная связь. Мы это учтем. И сейчас санкции будут вводиться против частного бизнеса в России. Конечно, раз вы говорите, что частный бизнес способен спасти российскую экономику. Так что мы со стороны Украины благодарим господину Дерипаску за такие подробные доклады о состоянии российской экономики, где он честно признается, куда еще применить усилия. К чему это говорю снова? Вот президент Зеленский сказал, мы знаем те точки, куда надо бить, а Дерипаска просто о них прямо сообщил. Вот сюда, пожалуйста, бейте. Обязательно ударим. А-бе-зо-ти-но. Ну а что касается его совета вот этого, я не понимаю, почему обеим сторонам не прекратить войну, не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели. А раз уж Дерипаска там был, раз уж он давал интервью, это Financial Times, и он говорит, я не понимаю, как стороны могут достичь своих целей, то надо было уже уточняющий вопрос задать, ну, на месте журналиста. Наша цель Украины, мы знаем, освободить все оккупированные территории, вернуть всех похищенных граждан, и все, правильно? Ну, это цель в войне. Дальше потом дипломатическим путем будем добывать из них репарации, военных преступников, и так далее. Но цель войны изгнать всех российских оккупантов с территории Украины. Все. Эта цель мы знаем. Но раз Дерипаска где-то ни одна из сторон не достигнет, значит, он знает цели России. Так пусть уже заодно расскажет, чего уж там. Пусть заодно расскажет, в чем цель-то России в этой войне, а то ведь этого никто не знает. А так пусть хотя бы читатели Financial Times будут знать, в чем цель России в этой войне. Дерипаска же знает, раз он видит, что это невозможно достичь, значит, он знает, какие это цели. Правильно? Вот такая вот интересная история. Ну, вот больше, наверное, единственное, кто хоть что-то знает, это Шойгу, который вчера заявил, что оказывается специальная военная операция продлится до 2025 года. Впрочем, тот самый случай, когда это не важно. Поэтому я не буду много распинаться, скажу только, что дорогие друзья, дорогие телезрители, вот это многие сейчас цитируют это высказывание Шойгу, но если послушать оригинал, первоисточник, то понятно, что не это, я хотел сказать Шойгу. Он хотел сказать слишком много, поэтому сам запутался в трех мыслях, ну, вы же видели его высокий лоб, вы видели этого высоколомого интеллектуала Шойгу, он и в двух-то мыслях запутается, да и в одной-то не справится. А тут у него, да, у него было две отдельные мысли. Одна, что он обязательно на фронте все будет хорошо, а другая, что у него есть программа развития ВПК до 2025 года. Он их пытался соединить в одну, получилось, что война продлится до 2025 года. Вот, ну, мы и сами знаем, что она может продлиться привыкли. Еще о войне интересное заявление сделала Мария Захарова из МИДа Российской Федерации. Атака на штаб Севастополя, это то, когда мы в минувшие выходные, в минувшую пятницу разбомбили штаб Черноморского флота, координировалась США и Великобритания. О, понимаете? Да, 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 сейчас вы не поверите, значит, что оказывается было? Нет ни малейшего сомнения, что эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, НАТОвского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков и реализовалась с подачей в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, сказала Захарова. Что мы ответим Захаровой? Ну, во-первых, спасибо, капитан Очевидность, а мы-то не знали, что мы в координации со всеми нашими западными партнерами все организовываем. Ну, конечно, в координации, они все на нашей стороне, 54 страны нам помогают, а как 53, 54-е это мы сами. Ну, а как вы думали, Захарова? Ну, конечно, в координации мы все это делали. Если вы страдаете, что, как бы, ну, что это не честно, типа, так а вы тоже делаете в координации. Ну, у вас же есть УДКБ, правильно? Ну, а почему нет? Вот вы пишете, вы говорите, пишете, да, что заранее спланирована была операция по уничтожению штаба Черноборского флота с использованием западных разведывательных средств, НАТОвского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков и реализовывалась с подачей в теснейшей координации с американскими и британскими спецслужбами. Но у вас же есть УДКБ, в чем проблема? Вы давайте так, планируете операции против Украины, не знаю, с использованием киргызских разведывательных средств, таджикского спутникового оборудования, армянских самолетов-разведчиков, правильно? И в тесной координации с белорусскими и кто там еще у них ходит в УДКБ, я уже забыл, да? Ну, видимо, и казахскими спецслужбами. Ну, все, вот вам симметричный ответ, достойный, великой, такой страны, как Россия, и великого блока УДКБ. А, у вас Армения убегает? Про Армению мы поговорим. Вижу, деревня в поле убегает, Армения убегает из УДКБ, Варданян убегает из Армении и отловлен. Да? Какая неприятность.